Здарова, дорогой друг, и сегодня я тебе покажу, как сделать очередную, вечную, в кавычках, конечно, катушку на триммер. Как раз приближается сезон покосов и тому подобное. Да-да-да, вот на триммер. На триммер, понятно, что это обычная катушка, но я нашел вариант из, так сказать, переработанных отходов. Точнее, переработаем отходы. Нам же понадобится старый лепестковый диск от болгарки зачистной, да, вот он уже израсходованный. Поэтому будем его пробовать применять. Итак, факт того, что нужно снять старую головку. Ну что же, мы сняли катушку, видим шайбу, убираем шайбу и пробуем примерять наш диск. Он не садится. Сделаем небольшую развальцовку ступенчатым сверлом. Как и сказал, сделаем небольшую развальцовку на одну ступень. Еще немного. Ну что же, мы сделали выборку на диске. Теперь диск садится и настало время его подзакрутить. Как мы знаем, на триммерах стоят правые резьбы, поэтому я взял из старой катушки, которая уже сломана, раздолбана, выдавил гаечку, которая подходит на вал, и обычную гаечку вы не закрутите, потому что ты помимо самой резьбы, так еще шаг резьбы другой. Обычную гаечку не закрутите. Садится, ну окей. Пробуем. Встает диск. Одеваем обратно шайбу центрирующую и, соответственно, можем закрутить. Я вам наврал. Резьба левая. Левая резьба. Не знаю, как будет бить, не будет бить. Но! Следующий вариант. Точнее, следующий шаг. Разбираем, и нам нужно теперь уже установить леску в диск. Для этого в диске мы просверлим отверстия друг напротив друга вот здесь, во внутренней части. То есть вот так, может быть, даже под углом немножко. Раз. И прямо напротив. Осталось собрать. Теперь в диск нужно продеть леску. Я взял вот такой вот огрызок. Сейчас это все сделаем. Да, забыл указать. Нам нужно завязать узелок строго по центру, чтобы у нас не убежала леска в одной из сторон. Вот так вот. Ну а дальше, как и сказал, ставим диск. Немного подгибаем. Вот так. И закручиваем. Соответственно, у нас никуда не убежит. Леска. И она все время будет стремиться в одну сторону свалить. К сожалению, протестить сейчас не могу, потому что сейчас апрель, травы просто нет во дворе. Я не знаю, что будет дальше, но обязательно попозже протестим. Ну что ж, дорогой друг, ты увидел, как я сделал вот такую вот штуку страшную. Обязательно напиши, что ты об этом думаешь. Мне кажется, что, скорее всего, ты скажешь, что это небезопасно и обязательно оторвет тебе ноги. Что ж, сейчас я выяснять это не буду, потому что, еще раз повторяю, у нас просто еще нет травы. Холодно, блин, сегодня было плюс 5. Какая трава. Попозже, как только появится, мы обязательно это все протестируем. Поэтому подписывайся, обязательно ставь комментарий. Спасибо большое. И посмотри другие видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok